Долю тварин у беды может изменить каждый из нас. Адже каждый проявл небайдужостей и турботы дарует им сенс жизни. Цего тижня вместе с усилиями врятовано 13 тварин. На прошлой неделе шла вечером домой, увидела маленького девчонка, который постоянно наклонил голову в сторону. Подумала, что возможно чухается ушко, но когда начала вызвать, он залез под машину и начал плакать. Потом вышел, и я поняла, что далеко не ушко, потому что начала девочка падать, постоянно шататься. Решила отнести сразу в ближайшую ветклинику. Точно диагноз установить не удалось, начали говорить, что может быть отит, может быть просто травма, могут быть глисты, то есть вариантов было очень много. Ну, в итоге она просидела там сутки, потом отвезла ее в другую ветклинику. Ну, пришли к ветеринару с выводом, что это скорее всего травма, кто-то ударил ее, лепнул. Но сейчас мы уже идем на поправку. Ну, наверное, где-то неделя ушла, вот я ее в четверг нашла, и сейчас уже конец другой недели. Начала восстанавливаться, походка улучшается, ветеринар дает надежду, что она начнет хорошо ходить. Ну, очень нужен дом, или хотя бы передержка. Назвала Лапочка. Не знаю почему, просто когда ее несла, назвала ее Лапочка, потом думаю, сейчас скажут, придумают имя, скажу Лапочка. В принципе, в том месте часто кормлю котов, но там взрослые коты, и они, ну, им там ставят и коробочку, и плед, и все. А она именно, были проблемы со здоровьем, и видела, что ей плохо, тяжело, все коты от нее убегают. Ну, то есть у нее была только я. Не знаю, сначала я, конечно, испугалась, но потом решила, что или я, или ее ждет, в принципе, смерть, потому что другого ей ничего не оставалось. Потому что ситуация была запущенная, на самом деле. Когда приходишь ее навещать, она всегда так к тебе радуется. Она вообще такая любопильная кошка. Она вся ко всем и мурчит, и потерется, и палащится, все. Но когда ты к ней приходишь, она сразу и кричит, и все, чтобы... Она очень любит быть в клетке, любит быть в виду, и чтобы она была внимания, и на руках сидеть обожает. Знаете, когда говорят люди, что нельзя всем помочь, всех не спасешь. Ну, мне кажется, если хотя бы один человек пытался спасти хотя бы одного кота, или собачку, или вообще любого животного, то уже стала бы намного лучше ситуация. Хай житя переможет все. Ну, его вроде бы сбила машина, и мы его увидели на парковке, он лежал, и нам его стало очень жалко. А как ты заметила, что ему плохо? Ну, скрутился и сидел, очень перепуганный. Я была с мамой вместе. Ну, мы его сначала тряпочками, думали, что ему станет теплее немного, а потом позвонили в службу спасения, чтобы ему уже помогли. Животные, они тоже живые. Я очень люблю животных, и не могу просто мимо пройти, если кому-то животному нужна помощь. Наразі Мелтон, так назвали кота, находиться под нашим наглядом на реабилітації. Хай житя переможе все. Все-таки каждому животному нужна своя семья, которых они будут, ну, правда, очень любить. Субтитры подогнал «Симон»!